Час пик в центре города. Среди машин на улице Свободы яблоку негде упасть. Микроавтобус с красным крестом протискивается между автомобильными потоками. А тут еще дорожники решили ямы отремонтировать. Но для нашего города дорожный ремонт холодной зимой в час пик это уже закономерность. Объехать спецмашину скорая не может. Потесниться никто в потоке тоже не хочет. Вот и приходится не от ложки стоять в пробке. На больному на каталке надеяться на чудо. В Ярославле идет совместный рейд дорожной полиции и станции скорой помощи. Инспекторы ГИБДД выявляют водителей, не пропускающих машину со спецсигналами. Мигаем, пытаемся как-то на полстречки вылезать, обходить. То есть иначе больного надо доставлять. Если с улицей Свободы все примерно понятно, там в принципе машинам некуда отъезжать, то на проспекте Октября ситуация иная. Дорога пошире, но здесь находится водитель, упорно не замечающий ни сирену, ни проблесковые маячки. Перед нами Шевролевск, парк. Харитон 676, Константин Ольга, 76-й. Водитель шуми и фарами бегает, и все. Уходите вправо. 676 вправо, останавливаемся, делаем остановку. Не пропускаете карету скорой помощи с внушенными проблесковыми маяками на протяжении метров 500 за вами ехалом, не галлофарами. Почему не пропускаете? Не пропускаете. Вы видели карету скорой помощи? Нет, не слышала уже, когда вот она была поедет из машины. Будьте добры, ваше водительское удостоверение, страховой полис и свидетельство о регистрации транспорта. Вполне возможно, девушка говорит правду, еще опыта не набралась. В зеркало не посмотрела на перекрестки. Сейчас получит штраф 500 рублей и поедет дальше. И возможно, на следующей улице пропустят все оперативные и медицинские автомобили. Юрий Кораблев, Георгий Иванов. Оперативное вещание.